Нам нужен новый курс, но я думаю, что нам нужен домонтаж всей существующей политической системы. Потому что особенность этой политической системы в том, что она объясняет народу, что народ должен делать. То есть не власть служит народу, а народ должен служить власти. У нас даже вот такая вещь, скажем, всюду в мире существует принцип. Политика есть концентрированное выражение экономики. Все, что нужно бизнесу, то и делает власть. А у нас ситуация обратная. У нас экономика, концентрированное выражение политики. То есть, я повторю, я, может быть, оговорился, в нормальных странах политика, концентрированное выражение экономики, а у нас экономика, концентрированное выражение политики. То есть то, что нужно политикам, то и вынужден делать бизнес, то его сокращают, режут. Почему при Сталине взяли и создали колхозы? Ведь фермы были эффективны, малое фермерское хозяйство, Россия накормила мир, оно кормило Европу. А Сталин загнал в колхозы, потому что так проще контролировать население сельское. Почему сейчас уничтожают, он уже практически уничтожен, малый бизнес, средний бизнес в очень зависимом положении? Потому что настоящий бизнесмен, он независим, а тогда власть теряет свои рычаги влияния. Значит, нужно убрать этот бизнес. Поэтому нам нужно очень многое менять, нужно радикально менять существующую политическую систему. Сделать это нужно в условиях согласия, без насилия. Но я не уверен, что власти к этому готовы, и власти этого хотят. Но это необходимо, и в ближайшие два года в стране, судя по всему, произойдет острейший экономический кризис, который уже предсказан экономистами, предсказан не вчера и не позавчера, а еще года четыре назад впервые эти расчеты появились. И эти расчеты прогнозы все время уточняются и подтверждаются. То есть страна идет к этому. Поэтому нужно менять всю существующую политическую систему. Она неэффективна в нашей стране.